привет всем сегодня у нас снова будет неожиданно и я не хотел в общем снимать видео по поводу чистки монет картошкой но зрители и подписчики считают что можно повторить но сам используют теперь не непосредственно картошку а именно кашицу из картошки ну раз зрители просят сделаем это тем более что можно использовать ту же картошку я обрезал вот грязные места нарезал ее на кусочки чистить ее не обязательно у нас есть вот такой большой миксер сейчас мы его загрузим сделаем кашицу зальем ее вот ведерко такое вот из-под капусты засыпем монеты и на сутки на сутки значит положим мне кажется эффект должен быть совсем другое да так сейчас не хочет сейчас мы немножко уберем пришлось немножко добавить воды ничего страшного и теперь у нас получается вот такая каша итак прошло не больше 30 секунд вот у нас такой коктейль заливаем его ведерко надо будет обязательно герметично закрывать ведерко потому что чтобы не окислялся крахмал вот этот кислота так и чего у нас тут получается ну такое вот месиво что хорошо когда герметично закроем можно будет сбалтывать иногда чтобы монеты ну стряхнуть их и что хорошо еще плюс когда вот такой вот месиво такая каша она же все но не не настолько равномерное чтобы допустим монеты когда упала она на дно упустилась и это самое к дну прилипла нету монеты будет лежать на маленьких кусочках картошки и соответственно к ней будет доступ со всех сторон теперь у нас сейчас покажу что мы будем чистить это вот у нас три копейки две копейки капуста две копейки капуста две копейки николаевские еще две ведерко большая так что можно это вот копеечные монеты по-моему да да это вот у нас одна копейка еще одна копейка николаевская ну еще у нас две копейки 24 года и копейка еще 24 года сейчас поближе покажу вот как-то так вот как-то так видно сюда теперь забрасываем в ведерко все и на сутки как обычно можно даже принципе и больше можно даже в принципе и больше можно даже вот так вот и болтать как хочешь все монетки у нас там ну на этом как бы все через сутки откроем посмотрим на результат и так прошли сутки даже чуть больше выяснился небольшой минус даже может большой минус смотрите как сдолась крышка и дно тоже выперло если при комнатной температуре в кашицу картофельную класть то нельзя на комнатной температуре придержать потому что начинает бродить картошка видите как сдолась все поэтому я вовремя увидел сразу поставил в холодильник сейчас вот это все бадю вскроем вылью потом покажу итак смотрим на результат ну какие то пятнышки есть не знаю насколько это все поправимо сейчас почистим чуточкой под проточной водой так начнем вот с двух копеек что ли ну что я скажу вроде ничего но какие то пятнышки есть так где там камера то у нас ну чего ты не наводишь ооо ладно сейчас почищу все не буду занимать и покажу ну вот результат чистки не сказать что примут супер попер ну так в общем соды мне кажется лучше получается или так ну что сейчас как обычно вазелинчиком и у нас должны они заиграть должны ключевое слово должны так сейчас блин пух везде от котов это же жесть какая-то так 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 пробуем и две копеечки две копеечки ну чуть-чуть есть в принципе можно еще будет потом с содой щеточкой так с содой чуть-чуть дернуть чтобы отквасившиеся окислы убрать ну что я могу сказать что в принципе нормально сейчас все их помажем зеленчиком покажу ну вот как-то так получилось не знаю насколько хорошо плохо вроде ничего все для вас для моих подписчиков и зрителей экспериментируем это вот сейчас у нас получилось чистка медных монет картошкой не целиком картошкой кашицей короче крахмалом ну мне кажется что можно еще почистить допустим щеткой с содой хотя можно и не чистить вот видно что там какие вот налет такой это вот может быть окисел который если начнешь чистить допустим какими-то серьезными средствами то он может вместо него в раковинке появится так что не знаю стоит или не стоит все только с помощью экспериментов опытом опытным путем можно понять на этом все всем спасибо за внимание ставим лайки подписываемся на канал спасибо 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 Продолжение следует...